И что вас ждёт сверхъестественное обеспечение? Да. У Бога есть потрясающие пути и неограниченные средства обеспечения, которые отменяют все естественные пределы. Они все являются частью Его сверхъестественного обеспечения и для вас. Увеличьте свою способность верить и начните получать понимание Слова Божьего на более высоком уровне, чем вы считали возможным. Затем будьте готовы перейти на следующий уровень. Подключитесь в Божье безграничное кладовое. Снимите все ограничения и живите в мире Божьего сверхъезобилия. Узнайте о всех неограниченных путях, которыми Бог может восполнить все ваши потребности. Божье обетование превосходит те, что от этого естественного мира. Присоединяйтесь сегодня на передачу «Победоносный голос верующего» Глории Коупленд и пастору Джорджу Пирсонсу, который обсуждает, как процветать Божьим сверхъестественного обеспечения. Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Пастор Джордж снова с нами и рассказывает о том, как постоянно процветать здесь, в нашей жизни. Аминь? В этой жизни. Верно. Верно. Нас это ждет впереди. Но мы можем преуспевать и в этой жизни. Верно, можем. Мы можем преуспевать здесь и сейчас, потому что как Иисус, так и мы в этом мире. Так и мы? Да. А Он не бедный? Нет, нет. Нет, Он не бедный. У Него все довольно хорошо. Он исцелен, целостен, преуспевает. И мы тоже. И с каждым днем мы приобретаем все больше здоровья. И мы высоко ценим это слово, которое ты даешь нам на этой неделе. Становимся более благополучными, более целостными и более процветающими. И это замечательно, снова участвовать с вами на этих передачах. Это вторая неделя. И мы говорим о сверхъестественном обеспечении. И опять же... Это то, что я знаю по своему опыту? Наблюдали. Наблюдали? Не имеет значения, с чего вы начинаете? Не имеет значения, с чего вы начинаете. Спросите меня, откуда я знаю? Хорошо. Потому что мы начали, ничего не имея. Будучи в долгах, мы были рождены свыше, исполнены Духа Святого. Мы встали на Слово Божье, и с того момента мы процветаем. Пошли домой, мы закончили. Спасибо, что были с нами на сегодняшней передаче. И тогда вы получили все, что вам нужно было. Скажу вам, это работает. Но, Глория, нам нужно обновлять свое мышление в отношении этих вещей. Да, постоянно. И именно это я и делаю относительно сверхъестественного обеспечения. Я изучаю. Я обновляю свое мышление и помогаю вам обновить ваше мышление. Вот почему у нас есть передачи, которые вы можете просматривать снова и снова. Вот почему у нас есть все тезисы всех 165 передач, которые мы провели. Это 165, извините, 166 передача. И все тезисы и передачи вы можете найти на нашей странице в интернете, kcm.org.ua. Слава Богу. Просто зайдите в интернет и найдите там наши передачи и тезисы. И также мы хотим получить от вас свидетельство о сверхъестественном обеспечении. Мы хотим знать, что Бог делает в вашей жизни. Какие Он делает необычные и удивительные вещи. Сверхобычные вещи. Сверхобычные. Которые делает Бог. Да. И хочу прочитать несколько цистат из передач на прошлой неделе. И начнем с того, что будем говорить на этой неделе. У меня есть экземпляр Глории, я читаю по записям прошлой недели. Сверхъестественное обеспечение – это неограниченное, несметное снабжение, которое приходит свыше с небес. Такого рода обеспечение доступно всем верующим. Особенно, когда обстоятельства, рынок труда, экономика и другие вещи говорят, что человеческими силами это сделать невозможно. Этого сделать нельзя. Да. Это может быть сделано. Сверхъестественное обеспечение не ограничивает вас фиксированным доходом. У Господа есть такие способы обеспечить нас, которых мы раньше никогда не принимали во внимание. Нам действительно следует выделить время, чтобы посидеть и поразмыслить. Над всеми путями, которыми Господь хочет нас обеспечивать. Кстати, если вы зайдете в интернет, то можете распечатать для себя наши тезисы. А также у меня есть тема о 21 способе, которым Бог приводит обеспечение. Я записал 191 местописание. Я сделал это, когда мы с Терри верили о доме. Вы знаете, что мы посеяли дом, и мы верили Богу о доме. И я исполнился решимостью узнать, как же Бог обеспечивает. Так что в Библии я нашел 191 местописание о различных путях того, которыми приходит Божье обеспечение. Ты дал мне все эти писания? Да. Вот, это вам. Смотрите. Это ваше. Вам нужно только попросить, и вот вы получаете. Билл Уинстон сказал так. Сверхъестественное ведет нас мимо невозможного через невероятное к странному. Когда Бог ведет вас в сверхъестественное, Он ведет вас к месту, где сверхъестественное больше не будет вопросом выбора, оно будет требованием. Это будет требованием для нас в то время, в которое мы живем. Доверять Богу в сверхъестественном. Это правда, Джордж. Интересно, что ты это упомянул. Вчера я читала книгу. Что вы читали? Я тебе не скажу. Она о падении доллара. Хорошо. О падении доллара. Поэтому мы должны знать, как действовать сверхъестественным образом. Финансовые проблемы существовали всегда. Но Слово Божье преодолеет любую ситуацию. Что бы там ни было, что бы ни пришло, что бы перед нами ни стояло, для того, кто приносит десятину, для сеятеля все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Для того, кто приносит десятину и кто сеет. Потому что мы независимы от финансового положения в этом мире. Мы соединены. Наши десятины, наши сеяния, наша вера. Не достаточно только приносить десятину и сеять. Нужно верить Богу относительно возврата. И это соединяет нас с небом. На небесах никогда не бывает экономического кризиса. Там никогда нет проблемы с золотом. Я забыла слово, которое они потребляют. Верно. Там никогда не бывает падения доллара. Так что наше даяние, наше сеяние, наша десятина соединяет нас с совершенно другой системой, чем та, которую я читала в этой книге. В ней говорится о падении доллара. Совершенно другая система. Слава Богу. Именно в этой системе мы и живем. И эта система никогда нас не подведет. Она никогда не терпит неудач. Да. И Господь хочет, чтобы мы подключились ко всему, что Он сделал доступным для нас. И хотя впереди тяжелые времена, послушайте, все будет хорошо в доме веры. Все будет хорошо. Это верно. Те, кто будут стоять на Слове Божьем и верить Богу, и верить относительно сверхъестественного, относительно чудесного, относительно необычного, верьте о том, что к вам приходят финансы, которые намного превышают вашу зарплату или любой другой доход, который вы, возможно, имеете. И верьте, что нас ждет сверхъестественное обеспечение, к которому можно подключиться. И мы не можем отставать в своих мыслях об этом. Нам нужно расширять свою способность принимать то сверхъестественное, которое Бог для нас приготовил. Знаешь, позволь мне сказать это так. Ты знаешь, что исцеление является волей Божьей. Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Это воля Божья. Но пока мы не найдем это в Слове Божьем и не присвоим это, мы будем без сверхъестественного исцеления. И то же самое с деньгами. Пока мы не найдем в Слове Божьем осени, десятини, пока мы не будем верить Богу относительно финансов в Слове, мы финансово будем жить так, как живет этот мир. Точно. Так что мы люди Слова Божьего. И у нас есть Писания, в которых сказано, что мы будем процветать все время. Верно. Мы приносим десятину, и мы сеятели. В этом ключ. Знаете, я верю Слову Божьему, и я верю Слову Пророка. Аминь. И Слово Пророка пришло на Юго-Западной конференции верующих. Мы уже вошли в сверхъестественную среду, которую Бог искал в Сетях. Слава Богу. И вы на днях упомянули, что мы вошли в сверхъестественную среду, которую Бог искал все эти годы. Он искал народ, который будет верить Ему и принимать от Него. И вот некоторые моменты, о которых мы говорили на прошлой неделе. Помните, мы говорили о том, что Бог – наш сверхъестественный обеспечитель. Мы говорили о приношении десятины и сеянии, и сверхъестественном обеспечении. И вы сказали, как это важно. И так выглядит, Глория, что когда мы ведем эти передачи, приношение десятины и сеяния является повторяющейся темой, которая постоянно всплывает. И послушайте, вы должны приносить десятину, и вы должны быть сеятелем, если вы хотите войти в сверхъестественное обеспечение. Как вы недавно сказали, не разрывайте круг. Круг сверхъестественного обеспечения, который состоит в приношении десятины, сеяния и жатвы. Десятина, сеяния и жатвы. И несколько дней на прошлой неделе мы провели, говоря о ветхозаветных примерах, сверхъестественного обеспечения. Сегодня у меня есть несколько примеров сверхъестественного обеспечения из Нового Завета. Дело в том, что их тут так много, Глория, что мы, вероятно, не сможем охватить все, но именно поэтому у вас могут быть наши тезисы. Они очень помогут вам, если вы учите, если вы преподаете, разбирая Библию, например, на этой неделе мы покажем вам свидетельство служителя, который служит в тюрьмах и пользуется всеми нашими заметками в тюрьмах и учит по ним. Учит заключенных, как процветать. Мы покажем это свидетельство на этой неделе. И вот почему я изучаю ветхие и новые заветы относительно сверхъестественного обеспечения. И, честно говоря, Глория, я изучаю не только сверхъестественное обеспечение. Я изучаю вообще все сверхъестественное в Библии. И я прочитал книгу «Деяния апостолов» и посмотрел на все проявления сверхъестественного, которые там происходили. Что касается сверхъестественного обеспечения, давайте рассмотрим такой пример. 17 глава Евангелия от Матфея, 24 стих. Сегодня мы охватим столько мест писания, сколько сможем. Хорошо, это было бы прекрасно. А затем вы возьмете тезисы и сами разберете те из них, которые мы не успели разобрать. Так что это ваше задание. Матфея, 17, 24. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, то есть собиратели налогов, и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Слава Богу. Иисус сверхъестественным образом заплатил налоги золотой монетой, которую достали изо рта рыбы. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Я в это верю. Когда я прочитал это «Глория», я подумал, «Как же это можно применить к нашей современной жизни? Господь, покажи мне, как это применить к нашей ситуации». Иисус сказал Петру пойти на берег, и первая рыба, которая ему попадется. И вы начинаете думать, каким сверхъестественным было это событие. Знаете, в Арканзасе, куда мы можем ездить в молитвенный домик, возможно, это летний полдень, и мы сидим на заднем крыльце и смотрим на пруд. И там плавают огромные сомы. Они просто огромные. И они лениво плавают туда, сюда. Да. Это те белые амуры, которые едят, которые чистят нам озеро. Да, и они, между прочим, хорошо работают. И вот однажды я решил пойти туда и подумал, поймаю-ка я одного из них руками. Я так подумал. Некоторые из них вот такие огромные. Да, они большие. Я пошел туда, засучил рукава. Ты насмотрелся фильмов, ковбойских фильмов. Просто засунул руку. Я раньше смотрел такие фильмы. Не помню этот термин, как это называется. Ребята, вы знаете, как это называется? Дудлинг? Нудлинг. Люди заходят в воду... У тебя хорошо получается дудлинг. Не знаю, как насчет нудлинга. Они засовывают руки в подводные пещеры и вытягивают самов. Только не я. Ну, я тоже не такой. Но я решил попробовать. Я зашел в воду, и они все уплыли. Быстренько уплыли в разных направлениях. Иисус сказал, первую рыбу, которую ты поймаешь. Понимаете? Та рыба подплыла к Петру. Он поймал ее и вытащил ее из воды. Это было абсолютно сверхъестественное событие. Сверхъестественное действие. И мы сейчас говорим о том, что у Бога есть сверхъестественные необычные пути того, как доставить вам обеспечение. Если вы сегодня столкнулись с проблемой в вопросе налогов, прочитайте это Писание, и оно покажет вам, откуда придут ваши деньги, чтобы заплатить налог. Иисус поможет вам оплатить ваши налоги. Аминь. И все остальное, что вам нужно. И все остальное, что вам нужно. Как я уже рассказывал, это Глория. Однажды мы тоже были в Арканзасе, с нами были дети, и мы поехали кататься на водных мотоциклах. И вот мы уже закончили, вышли из воды, вытаскивали скутеры из озера, и Джереми, стоя по колено в воде, наклонился, протянул руку в воду и затем вынул из воды деньги. Неужели? И где это было? Это было в Арканзасе. Это то озеро в Арканзасе. Большое озеро. Там была 20-долларовая банкнота. И все собрались вокруг него. 20 долларов? Посмотрите, посмотрите. 20 долларов у вас в Арканзасе банкнота лежала под водой. И мы приехали на двух машинах. Джереми должен был вернуться зачем-то. С нами оставалась Обри и ее подруга. А Джереми с другом вернулись. Они сели в машину, поехали домой и остановились, чтобы заправить машину. От вашего дома до нашего пять часов езды. Он вышел из машины, и его кредитная карточка не работала. И послушайте, у него и не было наличных, кроме тех 20 долларов, которые он только что вынул из воды. Неужели? Да, та 20-долларовая купюра довезла его домой. Это потрясающее свидетельство в озере. Сверхъестественное обеспечение. Сверхъестественное обеспечение. И знаете, каждый день я ожидаю, что ко мне приходит сверхъестественное обеспечение. В Слове Божьем сказано, что Бог каждый день являет свою милость. Каждый день я ожидаю сверхъестественное обеспечение. Это было сверхъестественное. И есть местописание, которое соответствует этому. Это Исаия 45-3. В одном из переводов сказано, «Я приведу тебя к спрятанным сокровищам и сокрытым богатством, чтобы подтвердить тот факт, что я Бог, называющий тебя по имени. Какое Писание? Да, вот оно здесь. Я вижу его. В одном из переводов. Я принимаю его. Он найдет это для нас. И это одно из сверхъестественных проявлений и обеспечения. Перейдем к другому месту Писания. Я перескочу к Евангелию от Луки. Пятая глава. Мы снова говорим о рыбе. Но Иисус имел дело с тем, что было Ему доступно в то время. Я в прошлом году читала историю. Да. Чтобы я только не напуталась с деталями. Одна женщина копала у себя на заднем дворе. Ты помнишь эту историю? Нет. И она нашла кучу денег. Долларов. Бумажных денег. Да. И они решили тогда, что кто-то... Возможно, грабители банка спрятали деньги в ее дворе. Они не знают, как давно это было, но она нашла это у себя во дворе. Глория. Здорово, правда? Это спрятанные сокровища. Это, безусловно, спрятанные сокровища. И знаете что? Такое происходит со мной все время. О да, мне это нравится. Я это принимаю. Вам тоже следует так говорить. Это случается со мной все время. Мы все время находим. Мы находим все время. Я приведу тебя к спрятанным сокровищам и сокрытым богатствам, чтобы подтвердить тот факт, что я Бог называющий тебя по имени. В переводе «месседж». Да. Это здорово. Мне это нравится, я принимаю. Можно я прочитаю еще несколько местописаний? Да. Давайте я сделаю это. В Марк 11 главе. Мы видим, что Господу нужен осел, то есть транспортное средство. Да. И у него было это транспортное средство. Сверхъестественным образом. Если вам нужна машина, верьте Богу о сверхъестественной машине. Да, о машине, не об осле, а верьте о машине. Конечно, не об осле. Ослы нам не нужны. Нам нужны машины. Исайя 55 глава. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра. Да, приходите. Идите. Идите, покупайте и ешьте. Покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко. Это сверхъестественно. Мы должны это прочитать, но наше время подходит к концу. Сверхъестественный, огромный улов рыбы. Помните, когда Иисус сначала проповедовал в лодке Петра, а потом сказал им, забросьте сети. Иисус обеспечил мгновенный урожай за то, что он использовал лодку. И у них был этот рвущий сеть, потопляющую лодку улов рыбы. И Господь показал мне пару вещей, когда я размышлял над этим. Помните, там сказано, что они тяжело трудились всю ночь, пытаясь выловить эту рыбу. И поймите, рыбный рынок в то время был в упадке. И они приближались по-настоящему к трудным временам в своем рыбном деле. И вот Иисус появляется, и Он просто говорит, что им делать в их бизнесе. То есть Он предотвратил банкротство. И знаете, все это я получил, когда размышлял над этим местом Писания. Он дал им такой улов рыбы, что, как сказано, были необходимы партнеры по рыбной ловле, чтобы наполнить обе лодки. И при том они все равно начали тонуть. В тот день на Галилейском море рыбный рынок просто взорвался. Взорвался. И, как я сказал, бизнес Петра до этого был на грани банкротства. Совершенно верно. Иисус хотел, чтобы Петр пришел и стал частью его команды. Поэтому Иисус обеспечил семью Петра процветанием. Все это является сверхъестественным. Хорошо. Вторая страница. Иисус превратил воду в вино. 180 галлонов воды в вино. Я прочитаю вам, что об этом сказал Билл Уинстон. Он сверхъестественным образом перескочил через естественные этапы и контролировал временные ограничения в производстве вина. Что необходимо для изготовления вина? Нужно посеять семя. Ждать 9 месяцев, пока вырастет лоза. Потом нужно ждать, чтобы собрать виноград. Отжать его, позволить вино ферментироваться. И чем дольше по времени, тем лучше вино. А Иисус сверхъестественным образом перескочил через время и изготовил 180 галлонов самого лучшего вина. Когда я слушал Билла Уинстона о том, что распорядитель сказал в 10 стихе, помните, «Ты хорошее вино сберег доселе», он исследовал, что лучшее бутилированное вино могло бы стоить 323 доллара. Хорошо, что я не пью вино. Так бы стоила бутылка вина, которая выдерживалась 200 лет. Иисус изготовил самое лучшее. Пастор Билл сказал, «Вероятно, гости не могли выпить всего количества». И это был свадебный подарок от Иисуса. Это был свадебный подарок для вступающей в брак пары. От Иисуса. И пастор Билл Уинстон сказал, что они могли продать его, и им не нужно было работать в течение первого года, или даже дольше. Я раньше никогда об этом не упоминал. И знаете, я громко рассмеялся, когда слушал серию «Сверхъестественная церковь». И затем пастор Билл Уинстон объяснял Бытие 1.28, что та часть благословения состоит в том, чтобы наполнить землю, если она истощится, снова и наполнить. И затем он сказал, «Это было началом чудес». Это начало чудес сверхъестественного вмешательства в обычный ход событий. Вам нужно верить в сверхъестественное. Вам нужно верить в чудеса. И о чудесах. Брат Кит Морр с Джереми провели передачу на тему «Вера о чудесах». Нам необходимо иметь веру относительно чудес. И вот последнее место. Сверхъестественное распределение. Иисус накормил 5000 человек. Это выглядело как невозможно. У них не было денег, чтобы купить еду, поэтому пришлось совершить сверхъестественное. Сверхъестественное распределение рыбок и хлебов. В тот день 20 тысяч человек были накормлены посредством умножения тех хлебов и рыбок. Давайте еще прочитаю последнее утверждение. Я знаю, что у нас распоряжение всего несколько секунд, но это то слово «Глория», которое я потерял и наконец-то на днях нашел его в своих конспектах. Это слово брата Копланда 19 ноября 2005 года. Послушайте, я его искал. Он сказал нам, тело Христова, вы будете теми, кого Бог использует, чтобы, когда нагрянет несчастье, сверхъестественно накормить потерянных. Только это не будет так, как было в прошлом. Часто вам даже не понадобятся грузовики и самолеты. Во многих случаях вам нужно будет взять один маленький обед и разделить его. Помолиться над ним. Разделить его и распределить его. Это сверхъестественно. Джордж, это великолепно. Я не помню этого слова. Я нашел это слово. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Мы с Джорджем верующего. На этой неделе у нас хорошие события. С нами пастор Джордж Пирсонс, и мы говорим об изобилии. Сверх изобилии. Сверх изобилии. О преуспевании, независимо от происходящего вокруг вас в этом мире, в естественной сфере. Мы не естественные люди. Мы сверхъестественные люди. Мы рождены от Бога. Мы должны это помнить. Мы рождены от Бога. Все знают, что мы необычные, но они не знают почему. Это благодаря рождению свыше. Вы только что кое-что сказали. Хорошо. Мы сверхъестественные люди. Так и есть. Уж извините. Так и есть. Но мы тут кое над чем работаем. Собираем эти фразы. Мы сверхъестественные люди. Мы созданы по образу Божьему. И мы сверхъестественные люди. Так и есть, Джордж. И мы действуем в сверхъестественном. Аминь. Я это запишу. Да, мы сверхъестественные люди. Это по-настоящему нечто. Да. Хорошо, я беру это. Аллилуйя. Да. Хорошо, бери. Хорошо. И вот мы говорим о сверхъестественном обеспечении. Мы вступаем на такой уровень, на котором раньше не были. Поэтому будет нужно и совершенно необходимо, чтобы вы знали эту информацию. Чтобы вы знали, как процветать по-небесному. Чтобы вы знали, как действовать в сверхъестественном. Вот почему мы этому учим. Вот почему всю прошлую неделю и этому мы учим об этом. И у нас есть передачи и тезисы, которые вы найдете на нашей странице в интернете. KCM.org.ua. Смотрите эти передачи снова и снова и снова. Пользуйтесь тезисами. Распечатайте их. Изучайте это. Да, хотим. Мы хотим получить ваши свидетельства о сверхъестественном обеспечении. Мы хотим знать о необычных и неограниченных путях, которыми Бог вас обеспечивает. Которыми Он восполняет ваши нужды. Знаете, я только что сказал кое-что о сверхъестественном обеспечении. В своей жизни я кое над чем работаю. Я пытаюсь расширить свою способность и свои возможности верить Богу относительно сверхъестественного. Верить Богу относительно того, чего Он хочет для нас. И ходить в таком же сверхъестественном, как описано в книге Деяний. И в том же сверхъестественном, в котором ходил Иисус. И в котором ходили в Ветхом Завете. И у Бога есть необычные пути и неограниченные средства в восполнении всего, в чем мы нуждаемся. Что намного превышает различные платежи и выплаты. У людей такой менталитет, что Бог может восполнить лишь только с помощью каких-то платежных чеков. Но послушайте. У Бога есть так много путей, чтобы обеспечить нас. И один из путей, имеющийся у него. Это тот, о котором мы будем сегодня говорить. Это здорово, да. Нам нужно постоянно об этом вспоминать. Это уже 167-я передача. Я потом проверю. Но мы вместе учим уже не первый год. И во время всего нашего изучения мы несколько раз говорили о сверхъестественном переходе богатства. Нам нужно продолжать сохранять веру относительно этого. Да, нужно. Мы не можем позволить, чтобы это ускользнуло из нашего мышления. Необходимо постоянно об этом помнить. И я востребую этот переход богатства. И мы рассмотрим несколько мест Писаний. Аминь. И несколько слов о переходе богатства, которые дает Господь. Вы можете верить Богу о переходе богатства. Это и Слово Божьего. У нас есть книга. Это и Его Завет. У вас есть книга, полная обетований. Да. Притча 13 глава. Притча 13, 23. Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. И знаете, я смеялся, потому что в расширенном переводе сказано, оно в конечном итоге находит свой путь к праведнику. У вас есть расширенный перевод? Нет, но вот он. Кажется, тут сказано, оно в конечном итоге находит свой путь к вам, к праведному. Итак, доброе оставляет наследство и внукам. И я говорю, это вера сейчас. Я верю Богу. Да. Это только доказывает, что Бог хочет, чтобы вы процветали. Если у вас ничего нет, вам нечего оставить своим детям. Бог хочет этого. Я верю Богу, Глория, о сверхъестественном переходе богатства в мою семью, чтобы я мог оставить наследство Джастасу и Джесси, и Айли, и Кейлин. И они будут обожать своего дедушку. Да. Они и сейчас любят дедушку. Но они будут обожать его за то, что он оставит наследство для детей, их детей. Слава Богу. Вы нашли какое-то место? Да, какое-то место. Притча 13.23. Расширенный перевод. Добрый человек. Видишь, Джордж, ты добрый. Спасибо, Глория, я принимаю. Оставляет наследство моральной стабильности и доброты детям своих детей. А богатство грешника в конечном итоге находит свой путь в руки праведника. Интересно, что он поставил эти два рядом. Интересно. Не правда ли? Наследство и богатство грешника. Приходит к тем, кто честен и праведен перед Богом. Я беру это. Это хорошо. Прямо сейчас. Вы тоже делаете это. Добрый человек. Оставляет наследство детям детей, то есть внукам. А богатство грешника в конечном итоге находит свой путь в руки праведника. А тут вторая часть звучит «сберегается для праведного». Слава Богу. Понимаете, грешник владел чьим-то наследством. Спасибо. Я это только что увидела. У меня аж мурашки. Сберегается для праведного. То есть богатство сберегается для тех, кто в правильном положении перед Богом. Да. Знаешь, я никогда не видела это так. Ваши мурашки перескочили на меня. Слава Богу. Оно сберегается для нас. Да. Отложено для праведного. Сберегается для праведного. Если вы во Христе Иисусе, то это для вас. И единственный путь, чтобы стать праведным — принять Иисуса Господом в своей жизни. А слушайте, вот что, Глория. Это в ваших записях. Но это очень важное слово, которое мы вспоминаем снова и снова, которое пришло через брата Чарльза Кэпса. Слава Богу за Чарльза Кэпса. Чарльз сейчас на небесах. Наслаждается благостью Божией. Финансовая инверсия будет в эти дни возрастать. Послушайте, это слово было высвобождено в 1978 году. Но мы продолжаем жить в мире. Инверсия — это поворот в обратном направлении. Да, финансовая инверсия будет в эти дни возрастать. Ибо поймите мое желание двигаться в сфере вашего финансового преуспевания. Но вы позвольте мне, говорит Господь, позвольте мне, чтобы я мог войти и действовать в ваших интересах. Ибо да, в наше время то там, то тут будут финансовые неурядицы. Разве мы этого не видим? Действительно, разве нет? В экономике будут подъемы и спады. Но те... Аллилуйя! Это мы. Кто научится ходить в Слове Божьем, те увидят, как преуспевание Слова Божьего выступит вперед в наше время такими путями, каких люди не видели в прошлом. Это включает в себя и людей Ветхого Завета. Да, верно. Прочтите остальное, Глория. Я хочу услышать, как вы это читаете. Это финансовая инверсия в мировой системе. Да. То есть поворот вверх ногами наоборот. Это хранилось в хранилищах грешников целыми днями. Но конец близок. Если вы грешник и слушаете это, вам нужно принять Иисуса Господом в своей жизни. Ухватитесь за это, потому что тогда вы станете праведником. Единственный способ, каким мы можем стать праведными, это принять Его Господом и родиться свыше. Это удивительно. Тут сказано «конец близок». Это было в 1978 году. Так что мы ближе. Это хорошо, ближе. Еще ближе к концу, чем это было, когда Он освобождал Слово. Но вы позвольте мне, говорит Господь, ибо пометьте мое желание двигаться в сфере вашего финансового преуспевания. Но впустите меня, говорит Господь, впустите меня, чтобы я мог войти и действовать в ваших интересах. Верно, верно. Проявление, чтобы я мог войти и проявить себя. Ибо да, в наше время то там, то тут будет финансовый упадок. Экономика будет подниматься и падать вниз. Именно это мы и делаем. Но те, кто научатся ходить в Слове, это мы, те увидят, как преуспевание Слова Божьего выступит вперед в наше время такими путями, каких люди не видели в прошлом. Да, грядет финансовая инверсия в мировой системе. Это хранилось в хранилищах грешников. Хранилищах. Целыми днями, но конец близок. Эти хранилища будут открыты и опустошены в Евангелии Иисуса Христа. Это будет сделано в назначенное время. Это будет вовремя. Да будет Слово Господа исполнено, чтобы богатство грешника сбереглось для праведного. Праведного. Верно. Есть Слово в поддержку этого. Точно. Это было пророческое Слово от Чарльза Кэпса. Но это также и то Слово, что написано в Писании. Совершенно верно. Богатство грешника сберегается для праведного. Мы принимаем это. Мы сверхъестественные люди. Скажу. Каждый раз, когда вы это произносите, у меня внутри что-то происходит. Сверхъестественное обеспечение приходит к нам. Мы сверхъестественные люди. И сверхъестественное обеспечение приходит к нам. Переход богатства принадлежит нам. Оно переходит к нам прямо сейчас. Прямо сейчас. Хорошо, дальше. Псалом 104, 37 стих. «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Он вывел их богатыми и исцеленными. Слава Богу. Мне это нравится. Это перевод Глории Кокрунт. Богатыми и исцеленными. Мне это нравится. О, нравится. И до этого момента это был самый большой и значительный переход богатства. Дети Израиля покидали Египет со всем, что у них было. И египтяне говорили, вот, возьмите, забирайте и уходите. И израильтяне ушли. Берите и уходите. Они очень хотели, чтобы их не было. Они так сильно хотели, чтобы их не было, что они их нагрузили своими богатствами и отправили их вон. И вот слово от Господа, которое пришло через брата Копланда 8 марта 2012 года. Я верю, что это было на собрании в Брэнсоне, в церкви Кейта и Филлис Мур. Послушайте. Я вначале объясню. Он проповедовал, и потом вдруг это слово его зацепило. Он говорил, что потом это слово его зацепило. И вот что он говорил. «Самый большой, самый значительный переход имущества, вещей, богатства и людей из рук дьявола в руки людей божьих, которые готовы это принять», сказал он. «Говорю вам, самый большой переход имущества в истории человечества». История человечества началась, и она уже повернула. И именно на этом месте брат Копланда перескочил на слово, данное ему Господом. Когда он это давал? Она повернула к своей финальной стадии, говорит Господь. Итак, это было в Брэнсоне 8 марта 2012 года. «И для тех, кто послушается меня, и пойдет за мной, и будет доверять мне, те, кого я обучил моему слову, и кому дал власть ходить в этом, это будут самые выдающиеся вещи, которые когда-либо видели глаза человека». И потом он сказал, «Это время сейчас, ваше время пришло, ваш час настал, поэтому поднимитесь и верой делайте то, что знаете, и все, принадлежащее небесам, придет вам в руки для вашей радости». Слава Богу. Так что Господь через брата Копланда говорил, что самый большой и значительный переход богатства будет происходить в наше время. Самый большой. Нам нужно только лишь принять это верой. Некоторые люди говорят, «Я не верю, что это может произойти». Это уже произошло? Я в это верю. Когда израильтяне выходили, они шли нагружены. До того они были рабами, а ушли нагружены богатством. Да. Разве не так? От рабов до нагруженных богатством. И все это произошло за одну ночь, насколько я помню. Я верю всем своим сердцем. Я сейчас работаю над этой темой. Я помню, как брат Билл Уинстон рассказывал. В то время он работал в офисе. Он пришел домой к жене, а она была на кухне, и он начал жаловаться ей на каких-то людей. И она сказала, «Подожди минутку, остановись. Прямо сейчас остановись». Нужно еще иметь такую жену? Она сказала, «Не говори сейчас со мной об этом». Она сказала, «Я кое над чем работаю». «Я кое над чем работаю». И я вам говорю, «Я кое над чем работаю». «Я кое над чем работаю». Я работаю над этой темой, над этим сверхъестественным переходом богатства. И когда пророк говорит «самый большой и самый значительный», я изучаю эти слова. Я просто причесываю все это. Я раздумываю над каждым словом из слова Божьего. И над каждым словом из этих пророческих слов. Сказано «самый большой», «самый большой», «самый значительный» переход имущества, вещей, богатства и людей из рук дьявола в руки людей Божьих, которые готовы это принять. «Глория» — это как раз то, что мы делаем на этих передачах. Мы подготавливаем людей принять этот переход богатства. Это происходило раньше. Это происходило раньше? Раньше. «И вывел из рельтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». У них было серебро, золото, исцеление. Мы можем поговорить здесь сверхъестественно. Маленькая сверхъестественная беседа. Знаете, еще один самолет «Сайтейшн-10». Это правда. Наши люди перемещаются в разных направлениях, и я думаю об этом. Вероятно, есть «Сайтейшн-10», который где-то стоит. И пытается сейчас попасть к вам. Пытается попасть, он пытается прийти к нам. Я согласна. Он где-то перед ангаром и говорит, «Я хочу проповедовать Евангелие. Я уже устал возить этих курящих и этих пьющих людей. Я хочу быть в присутствии правильных людей. Я хочу нести Евангелие по всему миру. Я верю, что такой самолет приходит. Я согласна с тобой. Происходит переход богатства. Да. И я это беру. Давайте посмотрим последнее местописание. Иакова, 5 глава. Иакова, 5 глава, с 1 по 3 стихи. И помните, что мы говорим о переходе богатства в последние дни. Переход богатства последних дней. Тут сказано, «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь». На последние дни. «Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вопиот, его плежнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Здесь мы говорим о том же самом, что вы собрали себе сокровища на последние дни, и в последние минуты передачи, прочитая Слово, которое пришло через брата Билла Уинстона. Это его статья «Сверхъестественный переход богатства». Бог восстанавливает владычество над землей и возвращает его в руки ее законных владельцев, а также восстанавливает силу или благословение, чтобы управлять ею. Из-за греха Адама земля не была в руках Божьей семьи, а теперь Бог выполняет свой искупительный план по возвращению ее назад. Это и есть сверхъестественный переход богатства. По мере того, как мы приближаемся к возвращению Господа, происходит торжение Небесного Царства в этот мир, когда воля Божия вторгается в планы дьявола. Земные системы, законы, правила, политика и ценности должны теперь прийти в соответствии с небесным порядком или небесным правлением, правлением Небесного Царства. Псалом 102.19. «И Царство его всем обладает». Одна из самых важных вещей, которая проявляется в наше время, это взрыв богатства со стороны тела Христова. «Благодаря Божественному благоволению, умным изобретениям и благодати даяния, мы стоим на пороге времени величайшего перехода богатства в истории этой планеты». Какое слово! Будут такие изобретения, по сравнению с которыми айфон будет детской игрушкой. Это пророческое время в истории, точно так же, как установленное время, которое запустило освобождение Израиля из египетского рабства. Это время того, что происходит сейчас. Время, которое происходит сейчас. Это установленное время или период, который является достижением того, что было заявлено или обещано Богом. Хранилища грешников будут теперь опустошаться. Как вавилонская система этого мира проигрывает, так система Царства Божьего побеждает. Теперь послушайте последнюю часть. Мы даже увидим, как деньги будут сверхъестественным образом переходить на счета народа Божьего. Почему переход богатства? В основном для продвижения Царства Божьего и сбора урожая душ в это последнее время. Да, верно. Богу нужно богатство в наших руках, чтобы мы могли выполнить призвание, которое лежит на нашей жизни для этого поколения. И чтобы востребовать то, что выкупил Иисус. Я уверена. Отец, мы сейчас принимаем свежее откровение. О переходе в эти последние дни. Переходе богатства в руки праведных. Мы берем это, Отец. Да, Господи. И мы даем Тебе свое слово, что мы будем делать с этим. То, что Ты хочешь, чтобы мы с этим делали. Спасибо, Иисус. Люди. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Мы с Джорджем сейчас вернемся. Слава Богу. И вы сказали то, что просто вышло из вашего духа. Мы сверхъестественные люди. Мы сверхъестественные люди, которые служат сверхъестественному Богу. Которые каждый день сверхъестественно нас обеспечивают. Боже мой. Я беру эту фразу. Аллилуйя. И как раз об этом мы и говорим. Мы говорим о сверхъестественном обеспечении и о том, как у Бога для нашего обеспечения есть неограниченные средства и необычные пути, которых мы, вероятно, до этого не видели. Но наши глаза открываются. И наши уши слушают. И наш дух принимает все, что Отец Небесный имеет для нас. Слава Богу. И наша чаша преисполнена. Да. И мы приводили примеры из Ветхого Завета и Нового Завета. Вчера мы говорили о переходе богатства, о сверхъестественном переходе богатства. И все эти передачи и тезисы, включая то, что не попало на передачу, есть в наших тезисах. Да. А также вы можете найти другие материалы на нашем сайте. Это все доступно для вас на нашей странице в интернете KCM.org.ua. Так что воспользуйтесь нашими материалами и пусть они послужат вам и кому-то еще. Вы можете распечатывать эти тезисы, следить по ним, делать свои пометки. Мы также хотим получать ваше свидетельство о сверхъестественном обеспечении. Пожалуйста. И мы хотим знать, что Бог сверхъестественно делает в вашей жизни. И как у вас происходит чудесно, и как Он восполняет вас всем, что Он имеет для вас. Жить по слову, это великолепно. В следующий раз, когда мы будем вести передачи о преуспевании, мы можем прочитать некоторые из этих свидетельств. Мы не будем упоминать ваше имя, мы ничего не раскроем. Слава Богу. Разве ты не замечательно? Это чудесно. Чудесно. И сегодня, Глория, мы будем обсуждать одну из моих любимых тем, а именно сверхъестественное погашение долгов. День становится совсем другим. Когда это все меняет, когда долг погашен. Да, да. Я хочу упомянуть, хотя у нас сегодня едва ли хватит времени, чтобы говорить об этом, но мы с вами вместе провели цикл передач. Это было уже давно. И он назывался «21 день к вашей свободе от долгов». И мы говорили об этом во время тех передач. И потом мы поместили эти передачи на нашем сайте. Если вы хотите еще раз их посмотреть, просто зайдите на наш сайт и найдите их там. для себя. Чтобы иметь более глубокое понимание того, как выбраться из долгов. Но также у нас есть еще и другая тема «Время освобождаться от долгов», составленная на основании учений Кеннета, Глории и Джорджа о свободе от долгов. Слава Богу. Так что вы можете обновлять свое мышление и жить свободно. А Кеннет, Глория и Джордж продолжают жить без долгов. Вы научили меня, как выйти из долгов. И мы будем продолжать. Это было как раз здесь в студии, когда брат Копланд посмотрел на меня и сказал «Джордж, ты только освободился от долгов и почему-то опять влез в долги». Он милый, правда? И брат Копланд сделал это по водительству Духа Святого. Скажу вам, это вернуло меня к моей вере. Да. И тогда мы приняли твердое решение. Мы избавляемся от долга. И будем продолжать жить без долгов. Так мы сделали. Так что это можно сделать? Да. Это можно сделать. Это будет сделано. Сверхъестественное погашение долгов. Давайте откроем Луки 4 главу, 18 стих. Это история о том, как Иисус был в синагоге. И он прочитал им из книги пророка Исаия. В 18 стихе сказано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это год, лето, это год, в который аннулируются все долги. Все долги погашаются. И в 21 стихе он сказал «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Я говорю вам сейчас, что сегодня, в этот год, лето Господне благоприятное, в юбилейный год, исполнилось Писание. В этот год происходит погашение долгов. Милости. По-моему, в расширенном переводе сказано «Это год, когда доступные милости изобилуют». У кого есть расширенный перевод? Можете посмотреть для меня. Луки 4 глава, 19 стих. Там, кажется, написано «Щедрые милости Божьи изобилуют». проповедовать общепринятый и желанный год Господа, день, когда спасение и доступные милости Божьи не просто изобилуют. Да, точно. А «Щедро» изобилуют. Да, именно так. Вот в каком мы положении. «Щедро» изобилуют. Иисус сказал «Сегодня для вас доступно погашение долгов». Сверхъестественная аннуляция долгов. Слава Богу. Горя, давайте вместе взглянем в наши тазисы. Посмотрите здесь внизу. И знаете, по мере того, как все эти годы я изучал сверхъестественную отмену долгов, чем больше я в это вникал, чтобы помогать другим, я обнаружил здесь некоторые вещи. Я обнаружил, что Бог осуществляет сверхъестественное аннулирование долгов весьма многими путями. На первом месте сказано «Он дает финансы». «Он может привести финансы в нашу жизнь, чтобы мы могли выбраться из долгов». Верно. Вот еще один путь. Он удаляет долг. Долг будет полностью изъят из вашей жизни, причем сверхъестественным способом. Еще один путь. Он действует через других людей. Возможно, будут люди, которым Бог вложил в сердце желание вывести кого-то из долгов. Я недавно разговаривал с Джерисом Вейлом. Фактически, мы всей семьей поехали к нему домой на пикник. Мы взяли с собой всех внуков, и мы прекрасно провели там время. И мы общались с братом Джерри. Разговор зашел о том, как Господь вел его оплатить расходы одной церкви или заплатить за чей-то дом по водительству Духу Божьего. Вы же не подойдете к кому-то и не скажете «Бог говорит вам это сделать, не так ли?» «Глория, Бог говорит вам заплатить за мой дом, не так ли?» «Не так ли?» «Правда?» «Конечно, мы так не делаем». «Конечно, вы так не делаете». «Вера никогда не оказывает давление на кого-то». «Да, я скажу так. Мне пришлось до этого дойти самой. Мы более 50 лет живем без долгов. И жить без долгов лучше, чем в долгах». «Лучше». Потрясающе, правда? И вы никогда не возвращались к тому образу жизни. И мы довольно много сделали. Вы с Кеннетом приняли самое значительное решение в вашей жизни в отношении свободы от долгов. И я принял это решение в своем сердце. И помните, Кеннет задал мне тот вопрос, когда мы вместе были много лет назад на передаче. Он тогда сказал мне, «В тот момент, когда ты принимаешь качественное решение жить без долгов, Бог видит тебя свободным от долгов». Когда вы принимаете такое решение, происходит следующее. Задействуется сверхъестественный путь, который начинает вести вас в направлении сверхъестественного погашения долга. И каждое ваше решение, и все, что вы делаете, сосредоточено вокруг этого. Но вы должны начать с этого решения. А вы начинаете с качественного решения жить без долгов. Мы с Терри должны были это сделать. Да. Я тут добавлю еще кое-что. После того, как у нас уже все было, мы такого решения не принимали. Не принимали. Мы приняли такое решение, когда нам нужна была машина и дом, когда мы нуждались во всем. Мы искали, что мы были в таком положении. Можно было подумать, что так мы никогда бы этого не получили. Но мы уже заключили с Богом договор. Вы открыли для себя римлянам 13.8. Или, скорее всего, римлянам 13.8 открыло вас. Нашло вас. Как сказано? Здесь сказано, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Но если вы посмотрите это в расширенном переводе... Я не могу повторить это сейчас, как там сказано. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной... Не влезайте в долги. Не влезайте в долги. Да, я думала, что расширенный перевод помог мне. Не влезайте в долги. Я называю это стиль ранней благотворительности. Ранней благотворительности. Мы жили в Талсе, и Кеннетт посещал университет Орла Робертса, и мы были полны решимости исполнять то, что находили в Слове. И мы слушали брата Хейгена, ходили на его собрания. Да. В тот год он проводил 10-дневные семинары, только для нас, и мы должны были ходить на них. Мы делали все, что в наших силах, чтобы исполнять Слово Божье. В тот момент мы не знали, что это было в Слове. И знаете, мы не видели никого, кто бы так поступал. Мы не слышали, чтобы кто-то так поступал. Да. Да. Но в Библии было сказано, не влезайте в долги. Вы постановили так делать. И мы постановили, что будем так делать. Потребовалось 11 месяцев, чтобы освободиться от долгов. И я обычно рассказываю людям, что я вышла замуж за Кеннета и его долги. Он был в долгах. Я мало что понимала жизни, чтобы спросить, Кеннетт, сколько денег ты должен еще до нашего брака? Но Бог вывел нас за 11 месяцев. Это был сверхъестественный Божий акт, Божьи действия. Да. Потому что, знаете, есть люди, которые платят за ипотеку 40 лет. Это очень долгосрочная плата за дом. Наверное, переплатить вдвое. И вы вынуждены платить высокие проценты. И Библия говорит о многих случаях, когда должник делается рабом, взаимодавцем. 40-летнее обязательство занимает 40 лет. 40 лет. Представляете, требуется 40 лет. Вы, вероятно, заплатите за дом втрое. Мы подошли к нашему дому таким образом. Мы купили его у Скотта и Мисси. Мисси, ваша сестры. Да. Они уезжали из этого города, потому что стали пасторами церкви в Амарилла. Они пытались продать свой дом, но не могли, потому что он был предназначен для нас. Вначале мы выкупили дом. То есть мы взяли ипотеку и выкупили у них дом. И мы выкупили его за 11 месяцев. Именно столько нам понадобилось, чтобы выбраться из долгов в 11 месяцев. Мы углублялись в откровение о свободе от долгов. И мы держали нашу веру включенной постоянно. Просто приходилось как-то выкручиваться с оплатой. Деньги приходили. Мы выкупили дом. Потом Терри захотела его реконструировать. Знаете, это заняло 5 лет. Но мы делали это только тогда, когда к нам приходили наличные деньги. Без долгов. Веря Богу. Знаете, я уже рассказывал о реконструкции дома. Он действительно красивый. Я имею в виду, как они там все сделали. И однажды вы говорили мне об арках, которые мы сделали в доме, что арки смягчают комнату. Я никогда этого не забуду. Вы учили меня в отношении декора о том, что арка смягчает вид комнаты. И сейчас наш дом оплачен. Если бы мы брали в долг, мы бы еще платили, платили, платили. Но скажу вам кое-что, Глория, в том, чтобы не платить ежемесячную ипотеку, есть такая свобода. У вас остались деньги. Это большая сумма денег. У нас теперь есть деньги. Это преимущество. У нас остаются деньги. Именно такой жизнью Бог хочет, чтобы вы жили. Аминь. Именно такая сверхъестественная жизнь нам доступна. Долги — это рабство. И по-другому на это никак нельзя смотреть. Да, это рабство. Но Бог является нашим отцом, и Он желает помочь нам делать то, в отношении чего мы высвобождаем нашу веру. Пропустите пару оплат, и они придут и заберут ваш дом. Да. Знаете, когда я хожу по своему дому, я думаю... Смотришь на арки. Что он куплен без долгов. Да, я думаю об арках. Я забыла, что говорила это. Знаете, мы прошли через многое, веря в Богу относительно этого дома. И, кстати, мы с вами провели серию передач на тему «Как верить Богу о своем доме». Да, провели. Вы тоже можете их просмотреть заново. Теперь, оглядываясь назад, видно, что мы с Терри с этим боролись, но я так рад, что мы применили свое терпение в этом, потому что теперь мы так живем, и это красивое место. Да. Мы с ней приняли такое решение. Да. И вы можете тоже принять такое решение. Решение жить без долгов. Без долгов. По слову Божьему. Да, мы сделали это по слову Божьему. Вот у меня в Библии есть страница. Вот она. Я записал на этой странице ряд значительных вещей о вас с Кеннетом. Да. Здесь есть раздел, где сказано. Кеннет и Глория учились в университете Орла Робертса в 1967 году. Вы там обосновались, но никого не просили о месте, чтобы проповедовать. Никогда ни у кого не просите пожертвования, чтобы ваши нужды были восполнены. Никогда и нигде не проповедуйте на основании предварительной финансовой договоренности. Вы также приняли решение. Это было в 1968 году. Не занимать деньги. Вы с Кеннетом сделали это в 1968 году. Миссия Кеннета Копполда не берет деньги в долг и никогда не брала. Я так благодарен вам с Кеннетом за то, что вы приняли такое качественное решение. Это позиция для всех нас остальных. И служение, церковь, бизнес могут действовать, не беря деньги в долг. И посмотрите на 40-миллионные проценты, которые мы с вами считали. 44 миллиона. Мы в отделе бухгалтерии посчитали, что если бы мы брали деньги в долг, то нам пришлось бы заплатить огромные проценты, тысячи, тысячи и тысячи долларов, которые вместо этого пошли прямо в Царство Божье. В Царство Божье? Да. Это было свыше 40 миллионов процентов. Около 42 миллионов процентов, которые нам пришлось бы заплатить, если бы мы взяли деньги в долг. Слава Иисусу. Но это служение этого не сделало. Видите, вы можете на это рассчитывать. И какое-то сверхъестественное знамение. Это меня кое-чему научило. Вот на что вы можете рассчитывать. Все, что Бог говорит вам делать в Слове, идет вам во благо. Все, что Бог говорит вам в Слове, идет вам во на пользу. Говорит вам делать на пользу, иными словами. Это будет для вас благословением, если вы это исполните. И в результате вы это преодолеете. Возможно, потребуется какое-то терпение. Да. Да. Но послушайте, вы бы продолжали платить. Продолжали. На 40-летней ипотеке. Думаю, мы это тоже посчитали. Административное здание в этом служении, очень красивое строение. Его строительство было завершено в 1986 году. Мы въехали в него в 1986 году. Я посчитал. У нас ушло бы еще много лет, чтобы выплачивать ипотеку, если бы мы заняли деньги на это административное здание. Но послушайте, мы сделали это по вере. И даже когда здание закрыли, и мы тут не работали, мы продолжали применять свою веру. Мы продолжали верить Богу. Мы вынуждены были прекратить строительство, потому что у нас какое-то время не было наличных. Но мы скоро возобновили работу. Здание было закончено давным-давно. Давным-давно и без всяких процентов. Аллилуйя. Все это в нашей собственности и свободно от долгов. Я говорю людям в церкви, когда они сидят. Ощутите кресло в этой церкви. Кресло. Эти кресла. А кресла. Свободно от долгов. Возьмите с собой это же помазание. Я верю, что каждый пастор должен взять этот материал, изучить его, и как можно быстрее вывести свою церковь из долгов. Потому что как вы можете ожидать, что ваши люди будут без долгов, если ваша церковь не избавилась от долгов? Я обращаюсь сейчас к пасторам. Во имя Иисуса, я вас требую и приказываю сверхъестественному погашению долгов для вашей церкви, для вашего служения. Слава Богу. Прямо сейчас. Избавьтесь от этого. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. У нас осталось всего несколько минут, и давайте посмотрим на второй странице. Там есть это слово от Господа. Здесь есть много мест писаний, много информации. Возьмите для себя эти тезисы, распечатайте их, изучайте их. Вы найдете несколько мест писаний о том, как Бог дает нам финансы, и как Он удаляет долг, и как Он действует через других людей. Чтобы оплатить за вас ваш долг. Но вот это слово от Господа. Это с конференции верующих Западного побережья 9 июля 2007 года. 2007. Проявление благословения Господнего находится на небывало высоком уровне. Вы приближаетесь к проявлению славы, которая является взрывом такого характера интенсивности, какого человечество еще никогда не видело. Благословение будет окружать вас. Благословение будет покрывать вас. Вы научитесь ходить под кровом Всевышнего. благословение Его благословением, благословение Его славой, благословение при входе, благословение при выходе и благословение в вашем кошельке. Всем долгам придется подняться и покинуть вас точно так же, как проказа ушла от прокаженных. В древнее время. Долги — это финансовое заболевание, это финансовая проказа. Это попытка с помощью денег и возможностей этого естественного мира сделать то, что может сделать только мое благословение, которое я приготовил для вас. Долг — это бремя, а не благословение. Долги — это часть проклятия. Если вы начнете исповедовать Слово Божье, вы будете поражены и восхищены, как быстро поднимется Слава Божья и изгонит долги из вашей жизни. Если будете приносить мне ваши десятины... Смотрите, Глория, здесь опять на сцену уходит десятина. Приношение десятины — это часть этого круга сверхъестественного обеспечения. Если будете приносить мне ваши десятины и проводить время со мной, я покажу вам, как быть свободным от долгов. Я благословлю вас выше ваших средств. Я благословлю вас выше ваших доходов. Я благословлю вас выше ваших зарплат. Я благословлю вас выше всего, что вы знали до этого. Я покажу вам вещи, о которых вы никогда раньше не слышали. Вы воспользуетесь этими вещами и будете финансово благословленными. Я приведу на вас такое финансовое благословение, что вы и представить даже не можете, откуда оно пришло. Это достигло взрывного уровня. Я готов, говорит Господь. Если вы начнете это исповедовать, ходить в этом, сделаете это приоритетом в своей жизни, тогда слава Божия проявится среди вас, и вы воздадите мне хвалу. Я приду и посещу вас. И вместе мы прекрасно проведем время. Слава Богу. Итак, духовная проказа, долги, эта проказа поднимется и покинет вас. Да. Позволь мне тут кое-что сказать, Джордж. Пожалуйста. То, о чем мы с Джорджем тут говорим, об исцелении, о чем бы то ни было, мы предполагаем, что вы поступаете по слову, веря слову, говоря слово, поступая на его основание. Когда мы говорим, что вы можете жить без долгов и так далее, вы не можете делать это своими собственными силами. Но если вы возьмете слово, поставите его перед своими глазами, будете вкладывать его в свои уши и сердце, говорить его своими устами и иметь терпение предъявлять его, оно исполнится. Но вы не можете просто сказать, хорошо, я верю, что освобождаюсь от долгов, и это произойдет. Это произойдет, но вам придется использовать веру. Обновить свое мышление, изучать Слово Божие, найти Писание, изучать их, провозглашать их, говорить их снова и снова, прийти в согласие со своей супругой, супругом. Это процесс, через который мы с Терри прошли, через который прошли вы с Канатом, но это радостный процесс. Он, как ничто другое, созидает нашу веру. Я бы ни за что не вернулась к жизни в долгах. И мы покорили эту гору, и Бог вел нас, помогал нам, направлял нас, руководил нам. И мы ни в чем не нуждались. Мы ни в чем не нуждались. Но нам нужно было использовать свою веру. Верно. Мы должны были дать Богу что-то, с чем он мог бы работать. Что-то, с чем он может работать. Слава Богу, Глория. И мы ходим в сверхъестественной отмене долгов. Дело в том, что когда вы узнаете, как покупать машину или дом и платите наличными, вы все равно должны ходить верой. Но теперь вы знаете, как это работает. Я это могу. Верно. Мы принимаем. У меня короткое слово к партнерам. Давай. Партнеры, я провозглашаю сверхъестественную отмену долгов над вами в вашей жизни. Берите это. Говорю вам, что благодаря вашей связи с миссией Каната Копланда, с этим служением без долгов, вы ухватили за это помазание. Берите это, да. Живите без долгов. Я провозглашаю, что каждый... Спасибо, Господь. Присоединяйтесь, Глория. Я провозглашаю, что каждый партнер миссии Каната Копланда свободен от долгов. Я согласна с этим. И во имя Иисуса ходит в сверхъестественной свободе от долгов. Слава Богу. Мы принимаем это. Мы верим в это. Мы востребуем это во имя Иисуса. Каждый партнер. Каждый партнер. Это хорошо, Джордж? Каждый партнер. Я согласна. Без долгов. Аллилуйя. Я это беру. И вы берите. Я это запишу. Это хорошо. Каждый партнер свободен от долгов. Каждый партнер испытывает в своей жизни сверхъестественную отмену долгов. Спасибо, Господь. Прямо сейчас. Слава Богу. Аллилуйя. Мы с Джорджем сейчас вернемся. Спасибо. Первое, что вы сказали, было то, что записано у вас в Библии. Там сказано, «Сегодня я хочу, чтобы ты рассматривал свою ситуацию по Слову Божьему и затем принял это». Я думаю, это по-настоящему прекрасная фраза. «Сегодня я хочу, чтобы ты рассматривал свою ситуацию по Слову Божьему». Да. Положился на него. Потрясающая фраза. По Слову Божьему. Верно. Слово Божье. Это перемещение. На Слово Божье. Верно. На этом акцент. Я сидел тут и сказал, «Глория, сегодня мы будем говорить о получении сверхъестественного дома». Вы сказали, «Ваш сверхъестественный дом – самый лучший дом, потому что это дом, свободный от долгов». Поскольку он сверхъестественный, вы можете точно так же верить и построить то, что хотите, не экономя средства. Я за это. Слава Богу. Я так рад. Ты это уловила, Мари? Ты это уловила? Я так рад, что вы это сказали, потому что мы включим это в нашу тезис. Итак, сегодня мы говорим о вере Богу и получении сверхъестественного дома. Сверхъестественный дом, как вы сказали, без экономии. Это прекрасное место обитания. И Господь по-настоящему заботится о том, где мы живем. Это прекрасный дом. Это сверхъестественный дом. Он заботится об этом. Богу это не безразлично. Он заботится об этом. Да, верно. Это можно узнать по тому, как будет на небесах. Что там? Кондоминиумы? Нет. На небесах нет кондоминиумов. Особняки? На небесах нет кондоминиумов. Нам нужно написать книгу. На небесах нет кондоминиумов. Замечательно, Глория. На небесах нет кондоминиумов. Нет лачук. Не то, чтобы в этом было что-то плохое. Нет ничего плохого в кондоминиуме. Да. Эти дома могут быть красивыми. Но нам лучше переключиться с этого. Нет, их нет. Но лачук на небесах точно нет. Там только особняки. Только особняки. На золотых улицах. Они не экономят. Я собираюсь ходить к вам в гости, ваша особняка. Хорошо, пожалуйста. И обедать с вами и канатом. И вот еще что, мы не будем записывать там передачи. Мы позволим тебе приходить и получать удовольствие. Хорошо, мы так и будем делать. Мы будем сидеть и разговаривать об Иисусе. Возможно, Он зайдет. Зайдет, я как раз собирался это сказать. О, это рано. Господь заботится о том, где вы живете. Он заботится. Господь желает мира, или, как сказано в одном из переводов, процветания рабу своему. Он любит благословлять нас. Да. Отдаривать нас хорошими вещами. И действительно. Слава Богу. Ваше окружение, в котором вы находитесь, имеет непосредственное влияние на вашу жизнь, ваше физическое тело, ваше мышление, ваше здоровье. Иметь возможность каждый вечер возвращаться домой. На вашу креативность. Вы можете быть креативной. Да, креативная обстановка. Когда мы с Терри вечером возвращаемся домой, для нас это наше святилище. Конечно. Все вечера, когда нам не нужно никуда идти или где-то быть, мне не следовало бы это упоминать, но иногда мы уже в 7 или в 6.30 вечера уже в пижамах. Я иногда уже в 5 вечера в пижаме. Конечно, у нас не был такой образ жизни, когда росли наши дети. Была домашняя работа. Да. Спортивные игры и все такое. Но сейчас все по-другому. В такие вечера мы приходим домой после целого дня на работе. Дом для этого есть до расслабления. Мы одеваем пижамы, может быть, сидим на диване, смотрим кино или какую-то передачу, и просто наслаждаемся нашим домом. Именно это Бог хочет делать. Именно для этого был Эдемский сад. Знаете, дни неба на земле. Дни неба на земле. Бог хочет именно этого. Бытие 2.8 в расширенном переводе звучит так. «И насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке». В расширенном переводе сказано, что слово «Эдем» означает «восхищение». «И там Он поместил человека, которого создал». На иврите слово «Эдем» означает «область дома Адама». Я этого не знала, Джордж. Так сказано на иврите. Область, регион, обитание. Регион дома Адама. И кроме того, он описывается как дом удовольствия, место роскоши. Я за это. Я это знала. Я это знала. Есть одно писание. Слава Богу, место роскоши, мира, благословения. Чудесно. Эдемский сад был изначально намерением Бога для нашего земного жилья. Это был образец для наших земных домов. Это было на земле. Наш дом должен быть этим прибежищем. Он должен быть сверхъестественным местом, которое служит нам тем, что возвращает нам жизнь Божьей. Глория, я так люблю что-то изучать дома. Терриса урудила прекрасно кабинетами. Я только раз думала о тебе, о том, как ты готовишься к записям передач, ко всему остальному. Ты так углубляешься, и я хорошо представляю, как ты любишь изучать Слово Божье. В том месте чудесно находиться. Терри достроила сверху к дому эту часть, потому что внизу мы хотели увеличить основное помещение и достроить его. Так что мы пристроили этот кабинет. И там находится мой кабинет вверху. В нем окно на всю стену. Знаете, очень похоже. Похоже на штат Нью-Ингланд, Новая Англия. На то место, где я вырос. Бог добрый. Там красивые древесины и красивый карниз. А посередине люстры, знаете, в таком мужском стиле. Это мужская берлога? Да, мужская берлога. Еще есть внешний дворик и внутренний дворик. У меня есть клавиши, чтобы я мог заниматься музыкой. Там есть маленькая кухонька с холодильником. Фактически я мог бы там жить. Но это место, куда я могу пойти. У меня есть мое молитвенное кресло. Я могу сидеть в этом кресле и просто купаться в присутствии Господа. Слава Богу. Разве Господь не благ? И принимать Божью благость. Аллилуйя. Терри сделала это, чтобы благословить меня. Она знает, что мне нравится. И сделала это, чтобы благословить меня. Да. Насколько же больше Отец Небесный хочет благословить вас в вашем доме? Те из вас, у кого есть дети, и наступило время расширяться? Время расширять площадь? Послушайте, этим детям нужно иметь свою комнату. И это можно сделать. Это возможно. И не только возможно, но это можно сделать, потому что Бог хочет дать вам сверхъестественный дом, в котором все будет в вашем вкусе. В нем все будет спланировано для вас. Ваш сверхъестественный дом. Хорошо, давайте перейдем ко второй странице. Давайте прочитаем то, что написано в Исаии 32. И опять-таки, в ваших тезисах есть многое другое, что мы не успеваем говорить на этой передаче. Поэтому я ободряю вас скачать их для себя. Мы с Глорией провели 10-дневную серию передач о том, как верить Богу о доме. Мы сделали это здесь, вместе на передаче «Победоносное было сверху». Интересно, передачи на эту тему скачивали? Ты проверял? Мы проверяли. Эту передачу, эти передачи много скачивали. Такое ощущение, что это очень-очень важная тема. Для наших партнеров и друзей, которые нас смотрят. Дом, в котором они живут. Мы с Глорией провели эту серию передач вместе. И у нас также есть эти передачи на нашем сайте, тезисы. Есть материал, написанный Терри, о нашем с ней путешествии от дома к дому. И о том, как Господь нас вел, о том, как верить Богу в следующем доме. И вам лучше углубиться в Слово Божие. И найти то, что сказано в Слове Божием. Нужно сделать то, что здесь сказала Глория. Нужно пересмотреть свою ситуацию в соответствии со Словом Божием. И в Исаии 32, 18 написано. «Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных». Прекрасное слово. «И в покоящих блаженных». Слава Богу. Да. Слава Богу. Думаю, нам по очереди нужно рассматривать эти местописания в наших тезисах. Я дам вам одно местописание, а сам возьму другое. И вы можете его комментировать. Но то место, которое мы только что прочитали, стоит на первом месте вверху. «Мой народ», сказано в одном из переводов, «будет жить в мирных жилищах». Мирных. «Безопасных домах». «В безмятежных местах для отдыха». Аминь. «Мирных жилищах». В одном из переводов сказано так. «Мой народ будет жить в мирных окрестностях, в безопасных домах и тихих садах». О, да. В тихих садах. Красивый двор. Цветы. Красивый двор. Дни неба на земле. Верно. Еще в одном переводе сказано так. «Мой народ будет жить в безопасности и тихо у себя дома». Да, слава Богу. «Они будут в покое». Так что все это... Это хорошо, Джордж. Мне это нравится. «ВСА32» говорит нам о существующей там атмосфере. О том, как вы там себя чувствуете. Как этот дом вам служит. Служит вам. Да, это служит вам. Сверхъестественный дом. Сверхъестественный дом. И мне просто хочется смеяться. Я думаю о том, как я рассказал вам об арках, и вы сказали, что это смягчает комнату. Редкий случай, чтобы я не прошел через комнату с арками и не подумал о словах о Глории. Я стою там и смотрю на комнату. Да, это смягчает комнату. Знаешь, я думала об этом пару последних дней, и мне пришла мысль. Я не знала, что я это знала. Да, это здорово так и есть. Да. Они действительно смягчают комнату. Да. Вместо вот такой... Там на стене есть такая. Да. Так что у нас есть смягченные комнаты по всему дому. Благословенные. Хорошо, Глория. Номер два. Прочитайте его, прокомментируйте. Где? Псалом 106-7. Да, 106-й Псалом, 7-й стих. И повел их прямым и правильным путем, чтобы они шли к городу, где могли бы устроить себе дома. Дома. Джордж, я никогда не видела этого места. Мне это нравится. Разве это неправильно? Он хочет, чтобы у нас был дом. В переводе месседж сказано, он поставил ваши ноги на чудесную дорогу, ведущую прямо к хорошему месту для жилья. Это хорошее следование. Из одного города в другой. Вы ищите жилье. Вот это Писание для вас. Он поставил ваши ноги на чудесную дорогу, ведущую прямо к хорошему месту для жилья. Слава Богу. Вы сэкономите много времени в поисках разнообразных мест. Вы найдете нужный именно вам дом. Дом, который будет соответствовать вам. Как Господь мне это сказал? Вас ждет определенный адрес. Там есть определенный адрес, на котором написано ваше имя. Господь приведет вас к нему. Он сделает это. Он сделает так, что вы сможете принять его. Хорошо, это был Псалом 106-7. Второе царство, 7-27. Прочитайте, пожалуйста, это Глория. Это хорошее местописание. Так как ты, Господь Саваоф, Божий Израилев, открыл работу твоему, говоря, «Устрою тебе дом». Аллилуйя. Устрою тебе дом. Это взято из моей книги. Нет, это местописание. Давайте прочитаю то, что взято из вашей книги. «Воля Божия процветания». Это история Глории, и Бог устроил дом для нее. Бог построил ей дом. Глория, я говорю вместо вас, но я только что закончил читать эту книгу. У вас было большое желание иметь дом. И тогда вы сделали это посвящение. Дело было так. Когда мы с Кеннетом были молодыми, то есть это не значит, что мы сейчас уже не молодые, но 30 лет назад я хотела иметь дом, а он хотел иметь самолет. Мы могли жить в самолете, ты понимаешь? Да. То мужские дела, это женские. Но Господь удовлетворил обоих. Да. Да, слава Богу. Да. Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл работу твоему, говоря, «Устрою тебе дом». «Устрою тебе дом». Послушайте это. Это из книги «Воля Божьей процветания», написанная Глорией Коплант. Мы начали верить Богу о совершенном доме в 1968 году, когда еще жили в Талсе, штат Оклахома. В то же самое время, скажите, в то же самое время. В то же самое время. В то же самое время. В Форт-Уорте, штат Техас, одна женщина... Да, правда. ... начала строить дом. Это было за несколько лет до того, как я увидел этот дом. Но план дома был именно такой, какой был нам нужен, чтобы это служило нашей семье. Он идеально нам подходил. Эта женщина начала строить его именно тогда, когда мы начали верить о своем доме. Мне нравится эта фраза. Она начала строить его именно тогда, когда вы начали верить о нем. Подумайте, Глория. И я закончу читать через мгновение. Бог тотчас начал работать. Бог тотчас начал работать. Понимаешь, я не могла видеть ту женщину здесь, в Форт-Уорте. По-моему, мы тогда еще жили в Талсе. Да, вы были в Талсе. Я не могла видеть, что она строит дом. Да. Но Бог сразу же начал готовить этот дом. Но Бог начал. Это впечатляет, правда? Он начал работать в тот момент, когда вы высвободили свою веру. Как часто мы недооцениваем силу наших слов веры? Мы не знали о происходящем. Но вера верит, что получает, когда вы молитесь. Мы этого не видели. Никогда вы видите основание, или кирпичи, или что-то еще. Это происходит во время молитвы. Да. Слава Богу. Итак, у вас было желание иметь дом. И та женщина начала строить этот дом в тот момент, когда вы начали верить о нем. И Бог тотчас начал работать. И затем в вашей книге вы пишете, что когда вы переехали назад в Форт-Уорд, вы увидели этот дом. А вот те владельцы просто пытались избавиться от него. Однажды они отдали его, но получили обратно. Затем вы пишете. Они даже не могли отдать его. Удивительно, правда? Я пытаюсь вспомнить, который из домов это был. Дома тот, который смотрел на реку Гринривер. Хорошо. Слава Богу. Так что у Господа есть дом для вас. Дом именно для вас. Да. Вот еще одно местописание, которое мне нравится. Первое – Паралипоминон. Первое – Паралипоминон, 28-19. «Вот чертежи для строительства всего проекта, как Бог дал мне понять». Это в переводе «месседж». «Вот чертежи для строительства всего проекта, как Бог дал мне понять». Во 2-й книге Царств, 7-я глава, в новой международной версии сказано, «И я дам место моему народу Израилю и насажу их, чтобы у них были собственные дома, и чтобы их больше не беспокоили». Грешники больше не будут их угнетать, как было в начале. Слава Богу. Хочешь, чтобы я прочитала последнее Писание? Псалом 17-20 в расширенном переводе. «Он вывел меня на большое место». Большое место. «Он избавил меня, потому что я угодил ему, и он благоволит ко мне». Большое место на иврите означает «просторное место». Просторное место. С широкими просторами. А новая международная версия, по-моему, соответствует переводу на иврите. Там сказано «просторное место». Просторное место. Слава Богу. Видите, на основании этих мест Писания вы можете получить представление, как выглядит ваш дом. Вы получаете образ простора внутри дома, и вы можете верить Богу о доме. Взгляните на последнюю страницу. У нас осталось пару минут. Знаете, никогда не критикуйте людей, и не относитесь критично к тому, о чем они верили, или что получили. Если вы думаете, им не нужен был такой большой дом, что же Господь дал им такое? Это Господь дал им такое. Большое место. Верно. Поэтому кто я такой, чтобы критиковать? И вот последнее местописание. Господь обставит ваш дом. Вы получите не только дом, но и всю обстановку. Я тут использовал 111 Псалом, 3 стих, где сказано «обилие и богатство в доме его, и праведность его пребывает вовек». Никто не может спорить с этим. Обилие и богатство в доме его. Давайте посмотрим. Я сама использовала эти местописания. Кстати, я это читал. В календаре от «Веры в веру» 13 ноября брат Кеннет пишет так. «Я никогда не забуду, как Глория открыла для себя это местописание». Псалом 111. «В то время у нас совершенно не было денег. Наш дом представлял собой одни голые стены. Но Глория была готова обставить его. Она взяла это обетование, обилие и богатство в доме его, и востребовала это обетование веры». После этого, где бы мы ни были, кто-то давал нам картину или какую-то другую вещь для нашего дома. К сожалению, большинство верующих не так уж быстро готовы поверить Богу о подобных вещах, как это сделала Глория. Некоторые даже заявляют, что Бог не обещает новозаветним верующим физическое процветание, а только духовное. Но дело в том, что вы не можете отделить это правда одно от другого. Именно поэтому Иисус сказал, если вы будете прежде всего искать Царство Божие и Его праведности, тогда все эти материальные вещи приложатся вам. Бог знает, что духовные и материальные сферы связаны между собой. И вот что написано в конце. «Не позвольте никому уговорить вас поверить в то, что Бог не обещал вам процветания. Вам не нужно выбирать между финансовым и духовным процветанием. Вы имеете право и на одно, и на другое. Востребуйте их верой». Наше время подошло к концу, но прочитаю еще последнее местописание. Притча 24, 3-4. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается». Да, я это использовала. «И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Аминь, я в это верила. В одном из переводов сказано, «Нужно знание, чтобы обставить его комнаты хорошей мебелью и украсить красивыми шторами». Вот еще один перевод. «Благодаря знанию, его комнаты наполнены всякого рода драгоценными богатствами и ценностями». И, наконец, притча 15, 6. В расширенном переводе Библии сказано, «В доме бескомпромиссного праведника огромные бесценные сокровища». Какое хорошее описание. Бог не только даст вам дом, он наполнит его доверху. Он наполнит его. Аминь. Это потрясающее описание о доме. Да. Аллилуйя. Слава Богу. Дамы, берите это. Я пришла на собрание веры в Международной церкви Игл Маунтин. И после собрания я почувствовала, что Бог положил мне на сердце верить о другой машине. Для меня иметь машину значит иметь дополнительные возможности. Как, например, ездить в колледж. Когда я в колледже, мне нужна машина. Мне нужно купить продукты. Мне нужно добраться домой и навестить моих родителей, потому что они этому рады. Мне нужно ездить в интернатуру в Техас. Но когда я приехала в Техас, в моей Хонде стали проявляться разные проблемы с коробкой передач, что было совсем не кстати. Потому что когда это случилось в первый раз, я подумала, это совсем не здорово. А в последний раз она была не на ходу две недели. И мне пришлось ездить с другими людьми на работу и с работы. И когда я поехала на это собрание, я почувствовала, что Господь сказал мне, тебе нужна новая машина. Когда мы молимся относительно какой-то ситуации, мы берем это. Вы молитесь об этом, и вы берете это. Это так же, как когда Папа говорит, что вы едете в Диснейленд. Вы не сомневаетесь, что вы поедете в Диснейленд. Вы верите, что поедете туда. И здесь было то же самое. Я верила, что получу машину, потому что Бог так сказал. Я предприняла те шаги, которым была научена в течение жизни. Я сеяла в этом направлении. И у меня было место писания, на котором я стояла. И у меня было исповедание, которое я говорила. Я особенно опиралась на то место, где Он сказал, что Он кормит даже птиц. Потому что в то время, когда начинались такие проблемы с машиной, я видела новую машину как потребность. И Он сказал, что Он кормит даже птиц. Я могу позаботиться о тебе. Конечно, я могу о тебе позаботиться. И когда я смотрела на машины, то решила купить, вернее, смотреть на джип онлайн. И как бы созидать его. Я заходила в интернет и начинала созидать джип. Я присваивала ему все мои любимые качества. И цвет, который мне хотелось. И выпуск. Потому что джип Ранглер имеет 4 выпуска. Поэтому вам нужно точно выбрать, что именно вы хотите для каждого типа. Я пошла на площадку с машинами и попробовала поездить на одном джипе. Мне сказали, почему бы вам не поехать еще раз, прежде чем вы уйдете. Я проехала еще раз, вернулась. А на площадке были одни мои знакомые. Они поинтересовались. Что вы здесь делаете? Я ответила, что смотрю джипы. Я подумала, что они тоже ищут машину. Подошел продавец, и они меня спрашивают. И что вы думаете? Вы хотите купить ее сегодня? Они посмотрели на меня и сказали, у нас есть чек на такую-то сумму. Мы сейчас купим для вас этот джип. Я пыталась спрятать шок, потому что не хотела, чтобы продавец знал, что я просто присматривалась. И продавец ушел, чтобы перепроверить, может ли он продать за такую сумму. Я ничего не могла понять, как это. И тот человек сказал мне, что Бог ему так велел. Бог сказал им написать сумму на чеке и только принести чек. И что все будет быстро, без проблем. И до начала Юго-Западной конференции. Я была потрясена. Это был шок. Я сдерживалась, чтобы не заплакать, но не сдержалась, потому что это было проявлением любви. И осознанием того, что да, он действительно меня любит и заботится обо мне и о моих делах в жизни. Это добрый папа. Бог – это бесконечно добрый папа. Он купит вам машину. Он купит вам все, что вам нужно. Нам нравится, как Сара сказала, бесконечно добрый папа. О, да. Он обеспечил ее этим красивым джипом. Этот голубой цвет. Но, Глория, вот что интересно. Сегодня день пожертвования на этой передаче. И Сара говорила, я тут пометил для себя кое-что, она изложила совершенные шаги веры, которые она сделала, чтобы верить Богу. Она написала, номер один я сеяла. Вот оно. Это начало. Да. Я сеяла. Номер два. Она нашла место Писания, на которое опиралась. Матфея 6 глава. Номер три. Она исповедовала Слово Божье в этой ситуации. Номер четыре. Она благодарила Бога за это. И номер пять. Она получила. Разве это не прекрасно? Именно так она и сделала. Именно так мы все и делаем. Слава Богу. Так что она сеяла. И мы ценим всех наших партнеров и друзей, которые преданно сеют и дают в это служение. И вы должны знать, что мы вместе с вами верим Богу о сверхъестественном урожае для вас. Да, это правда. Какие бы машины вам ни были нужны, дома, приборы, оборудование. Послушайте, это благословение Господне на вас. Проявление благословения. И мы благодарны за каждого из вас. За каждого, кто делает вклад в эту работу служения. И вы должны знать, вы в этой очереди за умножением. Вы в очереди за сверхъестественным умножением. И, Отец, мы молимся за наших партнеров и друзей. Да, спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что они во всем процветают, когда сеют. Да, избыток. Сеют в это служение. Мы призываем избыток. И в другие служения. Во имя Иисуса. Мы призываем избыток в их жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Мы с Кеннетом много лет назад узнали, что когда мы сеем, нам нужно над этим молиться и верить Богу. Вы не просто кладете это в ведерко. Вы верите Богу. Вы высвобождаете свою веру. В этом ключ. Вы высвобождаете свою веру. А затем, если вы сеете для машины или для дома, вы высвобождаете свою веру. Вы принимаете, когда сеете. Когда вы поступаете по Слову Божьему, принимайте это. И если вы не поколеблетесь, это произойдет. Возможно, это будет вскоре. Возможно, займет больше времени, чем вы хотите. Но это произойдет. Аллилуйя. Пастор Джордж, большое спасибо. Это огромное благословение. Вы замечательно относитесь ко мне. Я получаю большое удовольствие. Это Глория Коупленд и Джордж Пирсенс. Пастор Международной Церкви Игл Маунтин. Напоминаем вам, что Иисус Господь.